Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. В Коране 19 сура в 71 аяте , «В пояснении уже в аяте» в Сирии идет . То есть смысл самого аята в том, что любой человек, начиная с Адама и кончая последним человеком, который будет жить на Земле перед концом света, когда уже все завершится, то есть все до единого. И форма есть такая. . То есть смысл, что все увидят Ад и это непоколебимо утвержденное Всевышним решение. . И как раз в Сирах говорится о том, что увидеть это в том смысле, что пройти через сурат. Сурат – один из таких элементов, ярких крупных элементов, уже непосредственно судного дня, то есть это относится не к концу света. У конца света свой процесс, а сурат – это именно элемент судного дня. И в одном из хадисов, вот Ибн Мас'уда передается. то есть все люди, все, они пройдут через сурат и прохождение это будет через ад. . И проходить через… То есть они как бы все будут стоять, а предстанут перед этим процессом прохождения через сурат. И вот перед ними будет адская обитель, то есть она под этим мостом. . Проходить через сурат, ну, некий мост, да. Они будут с учетом их дела. . Кто-то из людей будет проходить подобно молнии, то есть на очень высокой скорости, мгновенно. . Кто-то будет проходить подобно ветру, то есть тоже быстро, то есть, по сути, как пролетит над мостом. . Кто-то подобно птице, то есть тоже практически перелетит, но просто медленней, чем ветер. . А некоторые, ну, подобно как проскочат, то есть как… Ну, их можно сравнить с хорошим скукуном. Таким образом, они… Опять же, образно, но они быстро пройдут сурат. . Кто-то пройдет как лучший верблюд, то есть ровно, спокойно, без каких-либо там трудностей и сложностей. . Кто-то пройдет бегом, то есть подобно бегущему человеку. . 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 числа последних. Это те люди, ну, здесь имеется в виду люди верующие, если брать категорию верующих. Это те люди, у которых на уругу света веры хватит, то есть за всю прожитую жизнь с точки зрения веры и благодеяний, они набрали запас, который материализовался в свет больших пальцев ступни. То есть у человека в таком количестве, незначительном количестве, все же веры и благодеяний было в жизни. Если все это суммировать, это свет на больших пальцах ступни этих людей. То есть, да, человек будет идти, но при этом шататься и качаться будет под ним мост. Причем мост, он будет скользким для них. И он полон шипов. Далее идет в описании хафата Маляйка. С двух сторон Сырата, этого, ну, с точки зрения земной, невозможно это представить себе, но этого такого сооружения, моста. С точки зрения, даже лучше и не представлять. Сейчас чуть один вопрос вам задам по этому поводу. Так вот, этот мост Сырат, а с обеих сторон от него крюки миннара, огненные крюки. Этими крюками будут из общего потока людей вытаскивать тех, кто заслуживает адской обители. И вот как раз в 72-м. Это я цитировал из хадиса. В 72-м аяте, в этой же девятнадцатой суре. . То есть люди предстанут, пред Адом, да. Потом вот этот процесс прохождения через Сырат. И в аяте, то есть всех этих деталей, подробностей в аяте нет. Это уже в хадисах. А в самом аяте всеми сторонам. . Набожных, говорит Всевышний, мы спасем. А вот грешников, безбожников, они будут брошены в гиену . Как стоящими на коленях. Сам Сырат, его особенность в том, что он будет для каждого в своем виде и в своей форме. То есть количество людей – триллионы, триллионы или сколько еще триллионов. Огромное количество. Скорости абсолютно иные. Понятие время совсем. Понятие времени вообще иное. То есть там нет понятия времени. Но в то же время, даже в наше порой, еще когда был студентом, тоже говорили, какой-то из вопросов был. Как ангел смерти может успевать? Один тут умирает, другой там умирает. Одновременно умирают люди. Как он все успеет? Часто бывает, что мы в таких простых вещах не понимаем. То, что, например, ангелы, они нематериальные. Для них нет понятия законов физики. Ему не нужно переместиться из точки А в точку Б. Это уже там квантовая физика и так далее. Сейчас потихонечку это так ученые углубляются, что вдруг та или иная частица, она тут появляется в какой-то момент, не видно ее движения, она появляется уже в другом месте. Квантовые скачки и так далее. Но это то, что мы можем понять из доступного нам. Ангелы вообще из иного мира, они нематериальные, им не нужно из точки А в точку Б переходить, чтобы тому же сам ангел смерти, чтобы забрать очередную душу. А в данном случае Сырат это тоже. То есть, понятно, с точки зрения земных представлений, мост. По этому мосту должны пройти многие-многие-многие-многие-многие-многие, будут падать, но это в нашем земном представлении. Либо будут затоптаны. Если брать массовые мероприятия, порой то есть люди в итоге умирают под ступнями других людей, как бы толпотворение, толкотня. Сырат – совсем иное сооружение, иного характера. Но если брать канонические, и с точки зрения текста Курана, и с точки зрения текстов Сунны, то он над адом проходит, поэтому все через него проходящие, даже те, кто подобно, как молния. Возможно, даже значительно быстрее молнии, но в любом случае даются понятные на земном языке образные выражения. Как молния, как ветер, как птица, как хорошая скаконка, хороший верблюд, просто бегущий человек и так далее. И поэтому здесь у каждого этот процесс будет сугубо индивидуальным, и под него сырат и будет подстраиваться. И все это вне земной материи, нужно понимать. Вне земной материи. То есть нет понятия толкотни, нет понятия ограниченности физическими законами. Также в одном из хадисов есть некоторые детали, в том числе . То есть, какая-то часть ангелов будут молить Всевышнего «Спаси и помилуй». Ну, в смысле «Салим, салим», то есть смысл такой, что «Спаси и помилуй». Будут просить Всевышнего, чтобы все-таки не все падали в огонь ада. И здесь, в тафсире, в конце, это тоже комментируя, переводя хадис, я тоже этот момент, эту строчку упомянул специально. В этом блоке аятов и пояснения хадиса и пояснения богословского, в конце . И Всевышний выведет в итоге из ада даже того, кто когда-либо в жизни сказал . То есть верил в единственность Бога . И даже если человек в своей жизни ничего хорошего так и не успел сделать. Ну, это с учетом аятов и хадисов, это просто комментарий, что да, вот таким образом люди будут сбрасываемы в ад, проходя через сирот, но и ад для кого-то там будет срок ограничен даже, может, миллионами, миллиардами лет, но все-таки человек оттуда выйдет, если у него хоть частичка веры была, как в Коране говорится. Но, если этого не было, то вечен и об этом также неоднократно говорится в Коране . А уже тот перевод, который я в свое время сделал, я вам, в общем, зачитаю, чтобы более гладко по-русски это звучало. Годы летят, идут, да, уже десятилетия проходят после того, как я это в свое время перевел. Ибн Мас'удам были переданы следующие слова пророка Мухаммада , которые приоткрывают для нас картину событий, ожидающего всех непростого периода. То есть, этот период ожидает всех. Понятие Судного дня, сирота. И как раз вот этот хадис, он приоткрывает эту историю, эти события. А здесь уже в кавычках. «Все люди будут подведены к сироту, поясняю в квадратных, своего рода мосту, ведущему в высочайшие райские обители. Но проходящему, то есть он ведет в рай, да, но проходящему над бездонной огненной гиеной». Это я поясняю в квадратных. Ну, с учетом аятов-хадисов. Далее идет в хадисе. «Они окажутся возле ада». То, что мы говорили, в хадисе упоминается, уже перед сиратом вставая оказываются возле ада, внизу ад. «Они окажутся возле ада и начнут свое движение вперед, согласно их мирским делам и поступкам». И вот дальше двоеточие идет перечисление, то есть в зависимости от дел и поступков земных идет двоеточие. «Кто-то преодолеет сират, подобно молнии, кто-то подобно ветру. Скорость иных будет равна скорости полета птиц, других – скорости бега лучших скакунов. А какая-то часть людей двинется со скоростью хорошего верблюда. В числе последних окажутся те, кто пойдет по этому мосту обычным человеческим шагом. Медленнее всех, замыкая процессию, здесь поясняю, из тех, кто милостью Господа все-таки войдет в рай, медленнее всех пойдут те, у кого света веры, поясняю, накопленного общей совокупностью их мирских благодеяний, будет хватать лишь на блеск большого пальца обеих ног. Во время продвижения вперед, мост под ногами у них будет качаться, сильно шататься. Сират скользкий и полон шипов, колючек. Поясняю, идти будет трудно, но через эти тяготы преодоления с человека спадут все остатки его грехов, дабы он подошел к краю без унизительного груза. С обеих сторон узкого моста будут находиться ангелы. С помощью огненных крюков они вырвут из общего потока всех обитателей ада и сбросят их в преисподнюю. Другие ангелы будут молить Всевышнего прости и помилуй грешников. Прости и помилуй. Далее идет. Здесь заканчивается хадис и несколько ссылок в сноске даю на несколько книг источников, где он приведен. По мелочам ревояты чуть разные, поэтому несколько ссылок приведены, где все нюансы учтены. Безбожники, язычники останутся в аду навечно. Это уже я просто поясняю после. А непомилованные верующие грешники будут пребывать в гиене столько, сколько того потребует искупление их грехов. Но в достоверной сунне четко сказано, что каждый, в ком была хоть пылинка осознанной веры в единственность и непостижимость Творца рано или поздно выйдет из ада, даже если в жизни мирской не совершил ни одного благодеяния. Ну и в том числе, я здесь даю ссылку на Тавсир, из которого это процитировал. Это 17-томник Зугайли. Довольно такой серьезный труд.